Всем привет, с вами Волнамут и в этом видео я хотел бы рассказать вам о пяти фановых колодах, которые появились в Месси Ведьмин Лес. И открывает этот список паладин на четырёх всадниках. Суть этой колоды в том, чтобы призвать всех четырёх всадников с обилки утора чёрного клинка. В этом помогают старый Хмеливар и Зола Гаргона, которые возвращают в руку тебе самих всадников. И когда ты собрал всех трёх, используешь обилку и ставишь остальных. Эта колода имеет 48% винрейт и отлично сражается со всеми контроль-колодами, а также с Охотником из-за достаточно большого количества зачисток и защиты типа Праведной Защитницы, а также Хранителя Солнца Тарима и Ленеса Печати Солнца. А также напоминаю вам, что если некоторые из всадников будут одинаковыми, то уничтожение противника не сработает. В этой колоде присутствуют 5 легендарных карт и 2 эпических. Утора чёрного клинка ничем в этой колоде нельзя заменить. Хранителя Солнца Тарима и Ленесу Печать Солнца можно заменить на двух Защитников Королей. Если у вас нету к оружию и вы их распылили после нерфа, то вместо них можно положить двух Хмеливаров. Зола Гаргона меняется на ещё одного духа из Чёрной Дубравы, а вместо Мага Крови Талноса можно положить ещё один Серебряный Клинок. Следующей колодой в этом списке является Аверлот Шаман. Это комбо-колода, заключающаяся на синергии Снежного Великана и оберега Малого Сапфира, то есть вы кастуете заклинания и существа с Аверлодом, тут всего 18 Аверлода, и Снежный Великан удешевляется, после чего на него используется оберег Малый Сапфир. Также в этой колоде есть Кальмоз Первородный, который синергирует с Великанами, которые являются элементарями. Это единственные элементари в этой колоде, так что я бы заменил Повелителя Песков и Исцеления Предков на двух Огневичков. Которые бы улучшили синергию с Калимасом. Также в этой колоде присутствуют такие карты, как Хагата, которая даёт достаточно много спилов и ресурсов. Хоть винрейт у этой колоды всего 45%, она достаточно хорошо играет со всеми классами, кроме друидов и паладинов. Потому что против паладина у неё винрейт всего лишь 30%. В этой колоде шамана присутствует аж целых 5 эпических и всего 2 легендарных карты, из которых только 2 эпических обязательные. Это Снежные Великаны, являющиеся винкондишеном этой колоды. Затем, Калимаса можно заменить на базовую карту шамана, элементария 6-5, наносящего 3 урона, ведьму Хагату на неё же. Повелителя Песков можно заменить на 2-4, гнома с добором, дальнее зрение тоже меняется на инженеров-новичков. Слышали о Мурлок Маге? Сейчас это достаточно распространённая колода, но мне кажется, мало кто знает, что существует Мурлок Чернокнижник. Эта колода имеет винрейт в 50% и очень сильный разброс в винрейте. Против друида 75%, к примеру, а против того же самого Охотника уже 32%. Это своеобразный зулок, только с синергией на Мурлоках. В этой колоде присутствует всего 4 эпических карты, которые являются винкондишенами. Мурлоков-полководцев, если у вас их нет, заменяете на палеомурлоков-разведчиков, которые помогут их раскопать. И о коротких мегазавров можете заменить на Мурлока 2.1 без эффектов из базового набора, но это очень сильно скажется на винрейте и снизит его где-то на 10%. Следующей колодой в этом списке является Друид. Это Милдруид. У этой колоды есть две вариации. Первая представлена на экране, и в ней присутствуют Азолина, Король Вихлепых и Ветв Древа Жизни. Суть этой комбинации заключается в том, чтобы использовать Короля Вихлепыха, затем сломать Ветв Древа Жизни, после чего выставить Азолину, Воровку Душ, и у вас в руке появляется выкуп от Короля Вихлепыха, так что в любом случае вы получаете колоду противника. Также в этой колоде присутствует достаточно много добора в лице Дара Природы, Развилки и двух тотальных заражений. Затем, после использования комбинации, используйте Близость к Природе, чтобы нанести врагу огромный урон с помощью Фатига. Также есть сборка, в которой вместо этой комбинации используются лесные проводницы, которые как можно быстрее доводят врага до Фатига, который его и убивает. В Нилдруиде сложно сделать какие-либо замены, так как здесь ключевые карты легендарные. Из карт, которые можно заменить, это Развилка, её заменять на две копии Сверепого Воя, Магического Деспота на две копии Друида Когтя, а Малфуриона Пагубного заменяете на Лунный Дождь. Последней колодой в этом списке является Фейс Воин. Это не тот старый пират Воин, который господствовал в Метеон Гора. Это новый Воин со злыми призывательницами и оберегами. Также в этой колоде достаточно много карт с натиском, так что его даже можно назвать Натиск Воином. Суть этой колоды в том, чтобы выставлять существ по темпу, хорошо трейдиться с помощью командиров ополчения, бешеных воргенов, а также красной осы. Винкондишном этой колоды служит постоянное давление на стол и использование злой призывательницы, которая призывает вам 4-4 плюс случайный седьмой дроп на стол. Эту колоду я не сам составил, и ее винрейт составил 60% за 10 игр. И лучше всего она справлялась с фантами, но с воргами она сыграла достаточно плохо. Также ее винкондишном можно считать разбав оберега и призыв 15-15 за 7 маны с помощью самого оберега. Что касается замен, здесь присутствуют 2 легендарных и 2 эпических карты. Лероя заменяем на шальную ракетчицу, а Дарья Краули на еще одно гнило древо. Затем, из эпиков здесь злые призывательницы, их ничем нельзя заменить. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова